Медработник замечает возгорание в одной из палат больницы. За несколько секунд женщина добегает до телефона, звонит 01, а также сообщает о пожаре руководству. После этого она же подбегает к красной кнопке, которая в свою очередь оповещает об эвакуации всё здание. Несмотря на то, что тревога учебная, что-нибудь может пойти не по плану, ведь все пациенты этой больницы психически нездоровые люди. Вообще эта больница 41 года постройки, её строили ещё как госпиталь, и она процентов на 50 сделана из дерева. Поэтому мы большое внимание уделяем пожарной безопасности. Раз в квартал проводим эвакуацию целого отделения, тотальную эвакуацию. То есть при лечении МЧС, пожарной машины, то есть выводим так, чтобы положиться в норматив. По факту же эвакуация психиатрической больницы ничем особо не отличается. Иногда лишь требуется небольшая помощь от медработников, потому как убедить больного в том, что в здании пожар или учебная тревога, порой бывает нелегко. Через 5-7 минут все люди уже стоят на улице, в то время как прибывшая пожарная бригада с другой стороны больницы делает свою работу. При эвакуации людей, при построении их перед зданием или на безопасном расстоянии, нужно обязательно убедиться, что все люди выведены путём подсчёта или по спискам, что все люди, вся численность людей, которая была в помещении, она вся эвакуирована. К слову, реальная эвакуация психбольниц по России сегодня тоже проводится без особых вопросов. Пример тому – недавний пожар в подмосковном Ногинске. Там при довольно сильном возгорании удалось обойтись без пострадавших. Всех пациентов успели перевезти в соседний корпус. Поэтому не важно, кого именно нужно спасать. Главное – следовать установленным правилам безопасности. Здесь такие же люди. Вы видели этих пациентов. Ничего такого сверхъестественного нет. Это всё страшилки, которые бытают в обществе, что сумасшедшие – это опасные люди. Абсолютно. Поэтому подход одинаковый ко всем. Будь это городская больница, будь это поликлиника, будь это психиатрическая больница. Теперь в планах у краевой психиатрической больницы попробовать массово эвакуировать первый этаж и отделение принудительного лечения. Вдобавок руководство намерено обучить весь медперсонал, уверенно работать с огнетушителями и другими средствами индивидуальной безопасности. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости на восьмом.